Что было делать от коленка? Задержать? Не пустить Сердюка до приезда группы? Но Сердюк обещает, кажется, раскрыть свои планы, а это так важно. Ну, или я еду один, пожалеешь? Последнее слово он сказал чуть насмешливо, и это насторожило Игоря. Было ясно, что задержать Сердюка не удастся. Ладно, пошли, вздохнул Игорь, и уже начиная новую игру, заинтересованно спросил. А что за дело? По дороге скажу. Они сбежали с лестницы и выскочили на улицу. Около тротуара стоял свободное такси, и Сердюк, не задумываясь, вскочил в него. В ГУМ, быстро сказал Сердюк. Машина сорвалась с места и стремительно влилась в ревущий поток других машин. Она уже мчалась по проспекту Маркса, потом нырнула под старинную арку Китай-Городских ворот и по запруженной машинами улице добралась до ГУМа. Они быстро поднялись на второй этаж, лавируя в толпе, по узкой галереи прошли мимо нескольких секций и, наконец, остановились возле одной, где торговали мужскими рубашками. Сердюк глазами указал на бойкого парня, продавца с изысканным пробором и галстуком бабочкой, и тихо сказал, предупрежу сейчас, что пришел. Он быстро протиснулся к прилавку, перегнулся через него и что-то сказал продавцу. Тот кивнул головой в ответ и указал на дверь за прилавком. В этот момент Игорь на секунду отвел глаза, ему показалось, что в толпе мелькнул знакомый сотрудник. Когда он перевел взгляд на прилавок, Сердюка уже там не было. Все было ясно. Игоря провели как последнего простака. Но кто мог подумать, что Сердюк собирался разыграть такой спектакль? Из рук, буквально из рук упустить опаснейшего преступника. Что он скажет теперь Цветкову? Какими глазами посмотрит на него? Но факт оставался фактом. Сердюк исчез. Косова привели на допрос уже под вечер. В комнате, кроме Цветкова, никого не было. Садись, Косов, Цветков указал на стул. Будем говорить. С умным человеком всегда поговорить приятно, развязно ответил Косой. Ну, насчет приятно не обещаю. На вопросы отвечать будешь? А это смотря какие. На встречу с кем в Москву приехал? Косой демонстративно молчал. Цветков усмехнулся. Ха, войну нервов объявил. Слаб ты для этого, Косов. Ну, а если я тебе сам скажу, с кем встреча должна была состояться, тогда как... Косов продолжал молчать. Так, протянул Цветков. Не хочешь, значит, говорить. Косов молчал, уставившись куда-то в пространство. Молчал и слушал. Цветкова охватила досада. Эх, повозиться бы с этим парнем. Только было бы время покопаться, повозиться с человеком. Вот в колонии там это можно. А сейчас у Цветкова была другая задача, самая важная и самая срочная. На свободе Сердюк. Он в городе, и он действует. Каждая минута его свободы грозит бедой. Надо искать пути к нему. Искать и непременно найти. И кто знает, может быть, Косов поможет в этом. Директор магазина культ товаров Павел Иванович Туликин не мог забыть случай, который произошел с ним года три назад. Не мог забыть его, потому что в беспокойной и сложной его жизни это был случай из ряда вон выходящий. Так нагло и ловко, а главное, так успешно, не действовал еще ни один из его врагов. Правда, это горькое событие спасло его от неприятностей куда более крупных. Но тут следует все рассказать по порядку. Дело в том, что Павел Иванович, несмотря на свою чрезвычайно импозантную и солидную внешность, был известен, правда, в очень узком кругу, как крупный делец. В переводе на язык общеупотребительный это означало «жулик», и при том тоже, конечно, крупный. В некотором смысле Павел Иванович был даже новатором, или, точнее, изобретателем. В этой области он стоял у колыбели хитрого способа. Заключался этот способ в ловкой комбинации с накладными в сочетании с небольшой операцией над кассовыми чеками, в результате чего левый товар легко пропускался через магазин. При этом помощником у Павла Ивановича был один лишь человек – продавец мотков. В то утро Павел Иванович, как всегда, плотно и со вкусом позавтракал и направился на работу. Супруга его, Татьяна Спиридонна, не спеша убирала квартиру, когда вдруг раздался телефонный звонок. Татьяна Спиридонна сняла трубку и услышала приглушённое расстоянием взволнованный голос. Татьяна Спиридонна, это вы? Да-да, кто говорит? Я вас плохо слышу. Это Лёня говорит, из магазина, – услышала она. Я из автомата звоню. Что случилось? Зачем вы звоните? Павел Иванович велел. У нас там неприятности большие. К вам могут гости прийти. Павел Иванович велел... Человек, видимо, прижал к трубке руку, и голос стал ещё глуше и торопливее. Велел всё, что есть хорошее, собрать и унести сейчас же! Голос оборвался, и в трубке послышались гудки. Татьяна Спиридоновна разыскала свою самую большую сумку для продуктов и стала торопливо бросать туда браслеты, кольца, бусы, словом, все драгоценные вещицы, каких немало было в доме. Она вышла на площадку лестницы, тщательно заперла дверь на все замки и вызвала лифт. На улице, около самого дома, Татьяну Спиридоновну внезапно остановили два человека. Один из них, высокий и плотный, строго спросил. «Извините, гражданка, ваши документы». «У меня нет с собой документов», – в испуге прилепетала Татьяна Спиридоновна. «Ваша фамилия?» «Моя фамилия?» «Так», – насмешливо сказал высокий. «Затрудняетесь вспомнить. Могу помочь. Туликина, верно?» «Да, я Туликина. Что вам угодно?» «Мы из милиции. Нам угодно ваши документы». «Но их у меня нет при себе, я же вам сказала». «Принесите, мы подождем здесь, в подъезде». Татьяна Спиридоновна метнулась назад к двери. «Нет», – остановил ее старший. «Сумочку придется оставить и просим побыстрее. Сейчас подъедут остальные товарищи». Когда через пять минут Татьяна Спиридоновна снова спустилась на лифте, подъезд был пуст. Она выбежала на улицу, этих не было и там. А вечером пришел с работы Павел Иванович. Хмурясь, он выслушал сбивчивый рассказ жены и обеспокоенный, недоуменно развел руками. Он тоже ничего не понимал. Но с этого дня он на всякий случай резко оборвал свои подпольные связи и прекратил принимать левый товар. Спустя три или четыре месяца были арестованы все его бывшие компаньоны. Но Павел Иванович остался на свободе. И только тогда Павел Иванович понял, что стал жертвой каких-то ловких мошенников. А спустя некоторое время Павлу Ивановичу позвонил по телефону какой-то человек и предложил повидаться по важному делу. Они встретились в кафе. Высокий, плотный, совсем не старый человек в безукоризненном костюме с легкой усмешкой на узком и холодном, как лезвие, ножа лице. Когда они усели за столик, вдруг вытащил золотой портсигар Павла Ивановича и негромко сказал, это, конечно, ваш, как и некоторые другие вещи, которые я хотел бы вам вернуть. От изумления Павел Иванович даже не нашелся, что ответить. И незнакомец продолжал, не спрашивайте меня о подробностях. Поверьте только, что я ваш друг. И в тяжелую минуту смогу пригодиться. Как и вы мне, кстати. Вас я знаю, а моя фамилия Антонов. Зовут Иван Иванович в Москве, бывая наездами. Ваше здоровье. И он поднял рюмку с коньяком. В тот вечер мнимый Антонов, Павел Иванович ни на минуту не сомневался, что фамилия эта вымышленная, передал ему саквояж, где находилась не меньше половины всех украденных ценностей. С того времени Антонов исчез. Прошло около трех лет. И вот совсем недавно он вдруг объявился вновь. Они встретились. На этот раз дома у Павла Ивановича. Выручайте, дорогой, сказал Антонов. Чем могу быть полезен? Надо, дорогой, укрыться на несколько дней. Прошу учесть, моя безопасность, это в данном случае и ваша. Павел Иванович понял намек. Ну что ж, придется вас устроить в одном укромном месте. Там сейчас кругом пусто и все заколочено. Они быстро договорились. Напоследок Антонов, хитро подмигнув, сказал. А потом мы с вами провернем одно выгодное дельце. Такое вам еще не снилось, дорогой. Павел Иванович отличался манерами величественными и неторопливыми. И умел весьма ловко подавлять в себе всякую суетливость. Но на этот раз, сидя напротив мнимого Антонова в маленькой полутемной комнате с заколоченным снаружи окном, он все же не сумел удержаться и невольно забарабанил пухлыми пальцами по столу, а потом намертво сцепил их между собой. Он не верил своим ушам. А вы, мой друг, не ошибаетесь? Недоверчиво спросил он. Такие вещи надо доказывать. Сердюк, это был, конечно, он, достал из кармана кошелек и двумя пальцами вынул оттуда небольшой бумажный квадратик. Вот, пожалуйста, это его бирочка с печатью и инвентарным номерком, как положено. В свете тусклой, без абажура лампочки, спускавшейся с потолка, Павел Иванович, сдвинув на лоб очки, внимательно разглядел бумажный квадратик, потом пожал плечами. Бирка почему-то отдельно от него. Он указал рукой на старенький, из потемневшей кожи портсигар, лежавший на столе, и добавил с прежним недоверием. И вообще, знаете, великий писатель, деньги, надо полагать, были, а такой дешевкой пользоваться странновато, не находите? Не нахожу, резко ответил Сердюк. Итак, не хотите связываться? Пожалуйста. Друг мой, так же дела не делают? Я знаю, какие дела, как делать, будьте спокойны, многозначительно ответил Сердюк, засовывая сверток в карман. Обойдусь без посредника, если так. Павел Иванович невозмутимо пожал громадными плечами. Я только хочу сказать, что надо убедиться, в подлинности, что ли, откуда он у вас, если не секрет? От вас у меня нет секретов, засмеялся Сердюк. Он из музея. Понятно. Но какого именно? А черт его знает. Вам не все равно. Когда платишь такую сумму, риск должен быть минимальным. Я и так рискую. Покупателем должен быть иностранец, как вы понимаете, но это ваша забота. Так-так, значит, из музея. Павел Иванович задумчиво побарабанил пальцами по столу. Ну что ж, давайте его мне до завтра. Я проверю. Сердюк насмешливо покачал головой. Нет, желаете, проверяйте так. А штучку эту я из рук не выпущу. Только в обмен на деньги. Они еще некоторое время припирались, уговаривая друг друга и делая вид, что сделка не особенно их интересует. В конце концов, Павел Иванович объявил, что завтра даст окончательный ответ. Утром Павел Иванович принялся по телефону наводить справки и вскоре с удивлением обнаружил, что в Москве имеется чуть ли не десяток литературных музеев, и среди них есть музей-квартира Достоевского. Спустя час синий-серый москвич уже ставил у входа в музей. В первой комнате, около высоких витрин с книгами Достоевского, стояла небольшая группа людей, и молоденькая девушка в строгом черном костюме что-то с увлечением им рассказывала. Работник музея, догадался Павел Иванович, и, пристроившись к экскурсантам, стал медленно подвигаться с ними от витрины к витрине. В это время из маленькой боковой двери высунулась какая-то женщина в синем халате. «Светлана Борисовна, вас к телефону», — сказала она. Вскоре девушка вернулась. Она подвела экскурсию к письменному столу в углу и сказала. «А здесь, товарищи, собраны некоторые личные вещи Федора Михайловича. Вот его ручка, вот очки, вот...» Кашлянов Павел Иванович нерешительно спросил. «Простите, напомнится ли я ошибаюсь, еще и портсигар тут когда-то был». Светлана смущенно посмотрела в его сторону. «Да, был. К сожалению, он затерялся». И с неожиданной убежденностью добавила. «Но должен найтись». Павел Иванович вышел из музея, с трудом сдерживая ликование. И так все подтвердилось. «Антонов на этот раз не обманывает его». Затем Павел Иванович прикинул, через кого, а главное, кому именно можно будет предложить ценную находку. «О, этот господин не поскупится». И что самое главное, оплата будет не в рублях. Рубли заплатит он, Павел Иванович. Сердюка искали активно и продуманно. Прежде всего, следовало выяснить, где Сердюк мог найти себе пристанище. Судя по тому, что он первые ночи провел на вокзале, а потом у случайного знакомого, другого, более надежного и заранее известного места у него не было. И заранее подготовленные оперативные группы каждую ночь направлялись теперь на все вокзалы Москвы. Борьба с хитрым и опытным врагом, как известно, не сулит легкой победы. Победа тут добывается потом и кровью. Да и то не всегда. Нет, вы только подумайте. Какой мы прошли путь в погоне за этим проклятым портсигаром, говорил Лосев, когда они в очередной раз собрались в кабинете Цветкова. Петляем, петляем, а след ведет все дальше и дальше. А что, хитрый след, согласился откленка. Только не мешает ему где-то и кончится. Знаете, Федор Кузьмич, воодушевился вдруг Лосев, ведь надо же, наконец, дать шифр делу, верно? Цветков добродушно усмехнулся. Лосев был выдумщик, и это ему нравилось. Верно, согласился он. Шифр требуется. Вот и предлагаю. След лисицы, а? И уж хитрее следа нет, чем у нее. Куда он только не приведет. А что, неплохо, снисходительно заметил откленка. И журналистам потом искать название не придется. И для пьесы подойдет, и для оперы. В тон ему насмешливо сказал Лосев. Цветков озабоченно махнул рукой. Ладно вам, опера им нужна. Вот что вы сейчас запоете, хотелось бы знать. Этот ваш лисий след черти как запутывается. Однако события, которые вскоре произошли, внесли в запутанное дело под новоиспеченным шифром след лисицы некоторую ясность. От коленка удалось найти убежище Сердюка. Его взяли, но портсигара у него уже не было. Павел Иванович купил его и успел перепродать коммерсанту из Нью-Йорка господину Лоссару, проживающему в гостинице Москва. Когда Лосев приехал в гостиницу, оказалось, что Лоссар с супругой только что уехали в Шереметьевский аэропорт. Получив нужные сведения о рейсе самолета, Виталий позвонил Цветкову. Мда, история, задумался тот, потом приказал. Заезжай за мной, поедем в Шереметьево. Быстро. Начальника Шереметьевской таможни застали в небольшом домике в стороне от здания вокзала. Приезжие показали свое удостоверение, затем Цветков сказал. Вот какое дело, через два часа рейс на Париж. Оформление пассажиров еще не начали? Нет еще. Значит, вовремя подскочили. Дело в том, что этим рейсом улетает некий господин Лоссар. И, по нашим сведениям, увозит одну, как вам сказать, историческую реликвию, нетерпеливо подсказал Виталий. Краденую из музея. Что именно? Портсигар писателя Достоевского, сказал Цветков. Такой, знаете, старенький кожаный портсигар. Ага, хорошо. Я дам указания. И еще вот что. Хорошо бы подъехал сотрудник музея. Тут бы на месте и опознал. Цветков посмотрел на Виталия. Вы разрешите позвонить в музей, спросил тот начальника таможни. Пожалуйста. Виталий набрал номер и попросил к телефону Светлану Горину. В Шереметьево? Удивленно переспросила Светлана. Это же так далеко, а что мне там делать? Вы должны будете опознать портсигар Достоевского. Я за вами сейчас приеду. Что вы говорите? Портсигар. Ну что за разговор? Приезжайте скорее. И опять Виталий несся в машине, который раз уже за этот день. На обратном пути в аэропорт Светлана сказала. Вы знаете, мне даже немного страшно. Как вы будете отнимать у этого господина портсигар? Не отнимать, а конфисковывать, улыбнулся Виталий. Но все равно страшновато и ужасно интересно. А вообще с этим портсигаром такая история. О, вы даже не знаете, какая с ним история. Скоро я вам ее расскажу. Очень скоро? Очень, снова улыбнулся Виталий. По лицу девушки скользили тени от мелькавших огней. Виталий прибавил. Из-за этого портсигара мы с вами познакомились. Тоже глава в истории с ним, засмеялась Светлана. И немаловажная, между прочим. Оба умолкли. Аэровокзал встретил их ослепительным светом, суетой и шумом. Виталий не сразу нашел в толпе Цветкова. Тот скромно стоял около стеклянной стены павильона, напротив одной из конторских стоек, за которой работал молодой улыбчивый таможенник. В свою очередь Цветков глазами показал Виталию на невысокого, очень полного человека в шляпе и клетчатом сером костюме с желтым галстуком бабочкой на белоснежной рубашке. Это был, без сомнения, господин Лосар. Рядом с ним стояла тоже очень полная, выше его ростом седая дама, усталая и флегматичная. Наклонившись к Светлане, Виталий прошептал, спектакль сейчас начнется, идемте ближе. Вскоре господин Лосар оказался возле таможенника. Тот бегло взглянул на его документы и с любезной улыбкой произнес, указывая на длинный стол рядом. «Прошу, господин, ваши вещи сюда. Будьте любезны, откройте». Около стола появились еще два таможенника. «Я не понимаю», – нервно возразил господин Лосар по-русски, хотя и с сильным акцентом. «В чем дело? Почему такие придирки?» «Это, господин, обычный таможенный досмотр», – не более того, – возразил один из таможенников. «Но других пассажиров вы не заставляете открывать вещи. Я протестую!» Ему все же пришлось открыть чемоданы. «Первое, что извлекли оттуда, были две деревянные, потемневшие от времени иконы. Они были обернуты в целлофан и тщательно перевязаны шпагатом. «У вас есть разрешение на них, Министерство культуры?» – спросил Лосар, один из таможенников. «При чем тут Министерство?» – раздраженно ответил тот. «Иконы, купленные у частных лиц». «Таков наш закон, господин Лосар». Досмотр вещей продолжался. Виталий и Светлана с одной стороны, Цветков с другой стояли в небольшой толпе пассажиров и провожающих и не спускали глаз с раскрытых чемоданов на длинном низком столе. Таможенники быстро вынимали и просматривали их содержимое. Один из таможенников стал просматривать альбом с открытками. Внезапно таможенник принялся быстро и уверенно вынимать открытки из альбома. «Почти за каждый из них оказались заложенными советские деньги достоинством в 25 или 50 рублей». Лосар побагровел, но молчал. «Придется составить акт о контрабанде», – сказал таможенник, собирая и пересчитывая деньги. «Пожалуйста», – равнодушно пожал плечами Лосар. «Видно, есть еще один закон у вас, с которым я не успел познакомиться». Таможенник усмехнулся. «Ну, с запретом вывозить нашу валюту вы знакомы, господин Лосар, иначе не стали бы ее так прятать и указали бы в декларации». Лосар почти не слушал его и с нарастающей тревогой следил, как перебирают таможенники остальные вещи в чемоданах и саках. Наконец он с беспокойством воскликнул. «Боже мой, я, кажется, забыл кое-что в гостинице». «Да-да, конечно», – и решительно объявил. «Я должен вернуться». «Господин Лосар», – крикнул ему вдогонку таможенник, – «досмотр вещей окончен. Нам надо еще составить акт. Потом, потом, сохраните их». В гостиницу две машины примчались почти одновременно. «Я ручаюсь, он забыл портсигар», – сказал Цветков, усмехаясь. А через несколько минут вспыхнул грандиозный скандал. Лосар, размахивая кулаками, наступал на перепуганную горничную и яростно кричал. «Я не позволю! Отдайте немедленно мою вещь! Я подам в суд, воровство! Это взяли вы, вы, вы!» В номер заглядывали встревоженные и любопытные лица. Наконец появился лейтенант милиции и строго спросил Лосара. «Что произошло, господин Лосар?» – подсказал администратор гостиницы. «Это, эта женщина, – указал Лосар на горничную, – украла вещь! – Да ничего я не брала! Я здесь одиннадцать лет работаю, – чуть не плача, – сказала пожилая горничная. – Да разве? – какую вещь, – перебив ее, – строго спросил лейтенант у Лосара. – Я спрашиваю, какая вещь у вас пропала? Тот на минуту молк, обвел выпуклыми глазами окружающих и, помедлив, уже спокойно заявил. «Извините, я покорячился. Это всего лишь старенький кожаный портигар. Он дорог мне, как память о подце!» Светлана в волнении прижала руку ко рту. Все присутствующие недоуменно переглянулись. «Боже мой, Анри!» – вдруг проговорила супруга Лосара. «Я же сама выбросила какой-то старый противный кошелек. Это был совсем не наш кошелек». «Ты выбросила сама кошелек?» – прошептал Лосар, меняясь в лице, и вдруг снова закричал. «Куда ты его выбросила? Когда?» «Сегодня утром. Я его выбросила в мусоропровод». «Мусоропровод уже дважды очищали сегодня», – произнес администратор. «О! О!» – закричал Лосар и повернулся к окружающим. «Все! Финита ла комедия!» Потом он схватил за руку жену и потянул ее к двери. «Скорее! Мы еще успеем на самолет!» Цветков, Лосев и Светлана вышли из гостиницы и остановились около освещенного подъезда. «Вот, милые, и все!» – сказал Цветков. «А портсигар ушел от нас. Жаль, что не говори». Светлана вздохнула. «И все же напоследок он сослужил неплохую службу», – заметил Виталий. «Хотя путь, по которому мы прошли за ним, и не был усеян розами. Но прошли мы его не без пользы, Федор Кузьмич». «Польза, конечно, была», – согласился Цветков. «Кое-кого мы на нем подобрали». «И Виталий закончил. След лисицы вел к хищникам и к их жертвам. Это естественно. И вел он охотников». «Это что еще за аллегория?» – засмеяла Светлана. «А разве не так?» – живо возразил Лосев. «Пока есть хищники, должны быть и охотники». Он многозначительно погрозил пальцем. «Чтобы не было жертв и потерь. Чтобы был покой». КОММЕНТОР СПОКОМЕНТОР Продолжение следует...